Всем доброе утречко, ребята! У меня уже с утра пораньше хорошие новости. Только что спала. Причухан, конечно, такой не думавший, не гадавший. И ба-бам! Мне пришла маленькая посылочка. Вот так вот. Так что, подарки с утра присылают. Так что, спасибо, Людочка, за подарочек. Спасибо, спасибо, спасибо. Я знаю, что там, но я сейчас открою. Так что, поднимаемся домой. Ребята, вот, буду сейчас открывать свой подарочек. Я правда знаю, что там. Вот такая вот красота. Скоро как выйду к вам в эфир, как будет у меня шевелюра по пояс. Вообще, с такой конская грива. И вообще, супер-пупер. Так что, это немецкий препарат. Очень... Не препарат, это, наверное, как витамины или что для волос. Очень хваленые, расхваленые. Ну, девочка мне вот прислала. Хочу попробовать. Вот такие вот две пачечки. Спасибо, спасибо, Людочка. Спасибо тебе огромное. Будем пробовать. Все, ребяточки, мы вышли в город. Идем прикупить тебе для шевелюры. Коль уже можно лечить волосы. Значит, нужно их привести в порядок. Мы вместе с Юлей. Она-то хочет поздороваться. Здравствуйте. Вот. Идем прикупить красочку. Ой. Только, наверное, Испания приучила меня самостоятельно красить волосы. Не красить, а полить. Вот. Мы пришли. Так. Мы пришли в магазинчик. Профессиональных красок. И сейчас будем выбирать себе. Испания приучила меня. Испания приучила меня. Но потом не будет очевидно. Если тебе пошли, Испания приучила меня, Испания приучила меня. Да, да. Потому что это очень грая. Да. И этот очень ровный. Это очень ровный? Наранжный. Да? Этот имеет краску, грязный, и наранжный. Вот такая волосы. Ты... Ты что-то вот так И это... 5 тонн более глубокий Да, это тоже... Это не мой цвет Смотрите, вот так Вот так, вот так Но я хочу немного глубокий Я хочу глубокий Это очень глубокий Это очень глубокий Я бы больше... Что-то вот так Взять белый цвет Скоро-оу Не смотришь, по-другому -оу, потому что если тебе мельсок, зато не отличается Если ты не любишь утром Поэтому я думаю, что лучше Утром Если тебе нравится, то почти больше Мельсок Видите, девочки, сколько тут всяких красивых Наши Такая вот краска L'Oréal стоит 10 евро. 9,90 евро. Чтоб я желтая, зеленая не была. Что-то хочется тоже потемнее. А как тебе вот 9,23? Я еще плохо вижу. Ух, капец. С этой маской дурацкой горела по напропадам. Все, купили мы краску. Так что будем наводить дома красоту. И пойдем... О, да. Пойдем сейчас немножечко прогуляемся. Мы сегодня без Данила. Девчонки сами себе пойдут лазить. А Данил играет с друзьями в компьютер. И все. Больше его ничего не интересует, когда есть компьютер. Все, пошли гулять. Людей по городу куча. Все в магазинах тоже куча людей. Все вышли на прогулочку. Кафешки тоже заняты. Вот. Не знаю, насколько это все правда и все это, но я очень-очень расстроена, ребята. У нас в Галисии началась новая вспышка. Так что с сегодняшнего дня там вновь объявлен карантин. Сейчас запрещено туда въезжать, выезжать. И еще... Еще какой-то город я забыла. Где недалеко там от Арагоны. Тоже там вспышка. Там тоже закрыто. Ну, короче, неутешительные новости. Так как неизвестно теперь, чем это все закончится. Дай Бог, чтобы нас не закрыли. И вообще, я тут уже дни считаю каждый день, чтобы абсолютно открыли все границы. Чтобы уже смогли люди доезжать, выезжать спокойно. Я так надеялась, что родители смогут приехать. Но если теперь говорят о новых вспышках в Испании, то, думаю, что навряд ли кто-то что-то откроет. Вот такие вот неутешительные новости. То, что девочки, те, кто ждут открытия границ, думаю, ну иди посмотри. Там музыка играет, я не могу зайти. Вот. То, думаю, навряд ли. Потому что моим знакомым там, получается, у них билеты были на 15 сентября на авиакомпанию С-7. И им отменили полеты. Вот так. Так что, скорее всего, Россия в этом году не сможет переехать в Испанию. Да, в принципе, как и Украина. Ох. Очень жалко. Ну, а мы сейчас идём селяхой прогуляемся. Пойдём к набережной. Может, куда-то в магазинчики зайдём. Чего-нибудь поторгуем лицом. В общем, берём вас с собой. Ой, ой. Зашли в Пунте Рома. Вон, мама ходит, себе что-то смотрит. Такие футболочки тут есть. Сейчас посмотрим, может, что-то завезли интересненькое. Ну что, есть что-то интересное? Ну, нет, что-то такое не очень. Такое всё какое-то для красивой бабулиты. Или всё такое блестющее. Прикольная штучка такая, да? Как пиджачок. В рукавчик такой интересный. И такая штучка стоит 30 евро. Кстати, это очень классный такой магазин испанский. Где достаточно много больших размеров. Ты уже рассказывала за него. Ну, у меня есть и новые зрители. Может, кто-то не знает. Надо же тогда посмотреть все твои видео, чтобы знать. Так что есть как раз, если вы новый подписчик, стимул посмотреть. Сейчас очень хорошие ребята скидки. Прям очень хорошие. Так, это что-то не то. Ну, короче, по 15 евро футболок тут точно никогда не было, поверьте. Это костюмчик, наверное. Нет, это просто футболка. Ну, или какая-то лакшери футболка. Так вот, пойдёмте вместе прогуляемся по городу. Обычно всегда в это время здесь никогда не пройти. Здесь всегда толпы людей. Забиты все парковки. Всё кившит туристами. Но всё равно, вы знаете, мы вчера были вот на море. И смотрим так, раз самолёт взлетел, через какое-то время опять взлетел. Видно, что не так часто, как были все те годы. Но всё равно, то что вообще было, кошмар какой-то, затишье. Сейчас хоть по чуть-чуть уже смотрю, даже иногда встречаются машины с французскими номерами, с немецкими. Мало, конечно, но есть. Деткам хоть площадки открыли, а то... Торрель, торрель. Светочки. Расскажи девочкам что-то интересное. Что, тебе нечего сказать? Мы сейчас находимся в городе Аликанг. Мама меня куда-то ведёт, мне лень туда идти, но она меня тянет. Сейчас там что-то, она сказала, что там что-то строят или построили. Хочет мне показать. Типа, мне должно быть интересно. А я уже жду и не могу дождаться, когда волосы покрашу, а она меня лично куда-то тянет. Да, конечно, потому что ты месяц уже не вставала с кровати. Вообще, ребята, никуда не ходят, вообще никуда не ходят. Была одна подружка, которая уехала там далеко, ну подальше жить теперь. И всё, и сидеть целыми днями дома. Это же очуметь надо. Сидеть 24 часа в сутки нянчить кровать. И сериалы. Зато вы у нас спросите за любой фильм. Мы всё знаем. Всё про всех. Кто женился, кто умер, кто уехал. Мы всё это знаем. Только что зашли в этот магазин, когда покупали краску. Продавец какая-то, немножечко дурахнутая. Значит, детям вот так вот, без масок там, в кафе сидеть без масок, то можно. А в магазине построить товар, при том, что мы заходим в масках и продезинфицировали руки, всё равно что-то не так. Как можно посмотреть и купить то, что, например, если это не дёшево стоит, нельзя никак посмотреть то, что ты хочешь приобрести. А вот если пиво выпить на кафе, ну почему бы нет? Почему детям там человек десять на одном аттракционе катаются там? Мы ехали в автобусе, девочка с мальчиком сидели без масок, а родители как-то ехали и чуть-чуть вот так вот маску убрали, чтобы типа послушать. Не, я с Данилом ехала и хотела папе голосовое отослать. Этот, и она вот так вот маску убрала, чтобы лучше было слышно, и там начали все кричать, ой, что ты маску сняла? А тут ехали, девочка себе пальцы уже полуруки облезала. И ничего, нормально, какой-то расизм. Да, ребята, с этими масками нечестно уже подзапарили. Так дело в том, что, что я хотела сказать, покупали же краску, и Юля, получается, была в маске, но у нее был просто приоткрыт нос. Так она там начала, вот, закрой нос, закрой лицо, и вообще, наверное... Типа, потому что полиция ругается. Там мы там совершенно пять минут, там даже той полиции и близко не было. Да, там, да, той полиции и не папу. Вот. Ну, короче, зато... Помните, мы с папой тут проходили, и такие маленькие цветочечки были? Посмотрите, какие тут кусты. Это буквально там за пару недель. Вот. Посмотрите, какие красивые, большие. Какие большие граммофоны. Я уже показывала эти цветочки. Но они были тогда маленькие, а сейчас они большие. Вот. Зато сидят в этот... Сидят в кафе. На летней площадке там... Я не знаю, сразу там по сто человек сидит. И все нормально. Пришли... Ага. По-прежнему поцеловали друг друга в щеки. Все, и... Ну, паса надо. Ничего, но нос надо закрыть. Ты что? Ну-ну-ну. Нельзя. Коронавирус. Просто достали со своим коронавирусом. Женщина спиталась? А когда ты меня ведешь? Я тебя веду, чтобы ты прогулялась. Пошевелила ногами немножко. Пошевелила Новая Царка. Юля хочет похвастаться. Смотрите. Смотрите, какой у меня был цвет. Вот это вот я от Лориаль покупала. Она вообще... У меня вообще такие волдыри на голове, когда я... Какой-то другой краской. Это вообще прям как пироженка легла. И сейчас он просто крутит. Белая какая-то. Ну так скажите, что ей хорошо в белом цвете. Нафига ей выкрашиваться в темные цвета? Нет. Потому что белый нужно красить хотя бы там каждый месяц максимум. Но я не могу позволить себе такого. Что ты себе не можешь позволить в месяц 10 евро на краску? Ага, это ты сейчас так подписчикам своим говоришь. А мне это не так. Ты честно. Я эту выбросила салатик приготовь, то и сделай, то и сделай. И шантажировала меня целый день краской. Правильно, я тебе говорила, чтобы ты заработала. Ага. А сейчас каждый месяц тебе нужно 10 евро на лбу. Деньги надо заработать. Заработай на следующий месяц себе на краску. И будет тебе счастье, детка. Правильно, ребята? Вот скажите, напишите в комментариях. Я права, что дети должны уметь деньги заработать. А не просто, чтобы мама дала с кармана и все. Ой, прям рассказываешь, что я такая вот, ничего не делаю. Нет, ты все делаешь, я ничего не говорю. Но просто ты любишь халяву. Я уже так заработала, что мне магазин надо. Ой, 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 ой. Хорошо, что хоть это, хоть вам, ребята, расскажут. Вы хоть мне этого не знаете. Там уже хоть поверите в Юлину сказку. Поверить. Да. У нас на набережной сделали какую-то выставку. Интересно, что ж это такое, ма, драмея. О чем это говорит? Я тоже так умею рисовать, знаете, вот я. Я художник, я так вижу. Юль, почитай, что это такое. Короче, пошлите посмотрим, что они тут наставили на набережной. Какие красивые яхты. Супер. Или же тебе яхты больше мают лучше в это произведение? Я еще не дошла до него. Супер. Ну, что-то или я с искусством не дружу, или просто искусство такое офигительное. Может, скажите, вы просто порванное, покладисканное. О чем это вообще? Цветочки, видите, все желтенькие, розовенькие, красненькие. Круто, круто, круто. Круто, круто. Ну, что-то еще мы видим. У нас есть какое-то скульптуры. Скульптуры. Да. Скульптуры. Да. Махайр, Юль, какой ужас, ребята, ну, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это я действительно какая-то тупенька, или это все-таки красиво. Я что-то вообще не пойму, в чем красота. Нет, пешеходы. Сними, тетечка. Вон спортсмены грибут. Умнички, тетечки. Ну, смотри, подружка наша идет. Ага. Только она такая лысенькая. Такое чувство, что когда их обстригают, все шерсть на бар не садится. Не говори. Вот уже крайняя. Ой, как красиво. А мы же не дом на такую поставим? Можешь себе это, новиночки, прихватить. И тебе подарю. Сейчас вечером хорошо, знаете, не так жарко. Альмачки. Ну да, как еще идти, как не в маске. И с кругом, с пляжем. Коронавирус поглощает всех на пляже. Внимание, строй. Внимание, внимание. Так что, поняли? На пляж при плюс 40 нужно ходить. Только в маске. А потом мне мама моя говорит. Таня, смотрела твое видео. И ты опять говоришь. Вот больные. Ну так же нельзя, Таня. Ну девочки. Ну как тут не сказать, что они реально не в себе. Ну почему? Зачем идти на пляж? И сидеть на пляже в маске. Доходят до моря, чтобы зайти в воду. Зеленый флаг, штиль. И идут в маске. Мамочка, прости меня. Но больные. Я в крайний раз скажу, но больные. Вот. Сколько сейчас времени? Не видно ничего. 23,17. Вот. Девятый час, а людей еще полно. Детки. Мама решила пешком до Бенни-Берна дойти. Тебя выгулять. Не надо менять. Конечно. Может, я еще вижу. Мы сейчас не приходим. Это городской пляж постигет. Здесь в последнее время уже столько народу, что вообще просто негде прилечь. И здесь полиции гораздо больше начинают вот это сантиметр мерить, то дальше, то ближе. В общем, мы ездим сейчас на пляж Там-Пам. Нам там нравится. Это получается вот там вот прямо за горой. Сразу тут пляжик. Здесь немножко натёрло. Посмотрите, сколько людей на набережной. Где ты ногу натёрла? Мы присели что-нибудь холодненького выпить. Блин, тут дорога, правда, так шумит. Делай так. Она меня заставляет людям. Помоги! Пожалуйста, пожалуйста. Почему, пожалуйста? Наоборот. Пистосла, море, нож и отводит. А то я думала, какая плохая мама. Пришлите мне сандалики. Я замуж выхожу. Да? Ты сейчас расскажешь, люди подумают, что ты бедненькая, у тебя носить нечего. 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 Одни шлёпки остались. Шлёпки? А босоножки где твои? А босоножки ты купила мама. Боже, я в них как в тапочках. Вот те чёрные твои лаковые. Ой, какие они, мама! Ну и что вы думаете, девочки? Она вышла с подъезда, села в такси, там полчаса постояла, пришла и эти тапочки как поставила, и больше они земли не видели. Какие? Ты же на океане, наверное? Нет, вот эти дорогие лаковые твои, что на каблуке с камнями. Так, чтобы вспомнила. Это вот такую вот нам красоту принесли. Холодный коктейль. И мы будем сейчас пить. Мама с ванили, а у меня с коктейль. Сейчас попробуем. Попробуй, тебе понравится? Ну, похоже, как на расставших баунки. Всё, попили. Теперь направляемся в сторону дома. Пешехода-лизбина. Буду красить свою косичку. Мы покажем все такие, ну, круты, когда накрашу. Вот. И я такая рада, я такая рада, что наконец-то мне пришёл подарочек. Я начну уже с завтрашнего дня. Пить таблетки. И как выйду к вам через месяц. Руссо коса до пояса. Вот. А тут... Мамы были в Украине. Нарощенные волосы. Ты до пояс. Такие красивые. Мне так жаба давила. Сейчас отрастить себе опять. И опять будет давить. Смотри, а то когда-то задавит тебя жаба. И не будет у меня дочки. Что ты мне скажешь, что у тебя раньше руки длинные были? Ты себе делала... Как это называется? Когда кучеря... Спиральную химию. Химию делать. Какие у тебя были-то? Так вот уж и испортила волосы. У меня были длинные волосы. Да, ну... Потому что постоянно делала... Мама того, что делала спиральную химию. Но раньше, вы знаете, это было модно. Ну и плюс ещё и белый цвет. И на белый цвет химия наложилась. И всё, что надо. У нас в Украине был свой фейкмахер. Я не назову. Вот. Леноськин. И у нас были волосы... Может, какие они были прекрасные? Но и тут они испортились. И теперь мы каждый день считаем, чтобы уже приехать в Украину и пойти в Тетелейни. Чтобы она из нас делала Рапунцель. Вот ты пойдёшь в октябре учиться. Данил пойдёт в школу. Папа придёт с рейса. И мама уезжает. Ну я поеду в Украину. Я себе, когда заработаю, пойду и волосы наращу. И ногти, и ресницы. И всё-всё будет такая как нарощенная. Представь, какая ты будешь вся искусственная. Ку-ку-ку. А зато это мне будет нравиться. Пойду в школу себе в колюшку. Вот такие были губы. Девочки, вы представляете, о чём сейчас думает молодёжь? Ну потому что, посмотри, это же просто какой-то страх. А мозг вшить нельзя? Нет такой процедуры? К сожалению, нет. Очень жаль. Я без него не плачу. Я бы тебе даже эту процедуру поплатила. Ты у меня самая лучшая. Давай потёпочку. Чуть-чуть не пала. Потому что я не буду подавать. Не хотела. Рассказывай людям, что я не знаю. Я сейчас переключилась. У нас уже тут, видите, фу, вот эти благовония, конечно. Это жесть. Уже пооткрывали ларёчки для туристов. Только никто ничего не покупает. Кто, в принципе, никогда ничего не покупает? Не, ну если бы не покупали, они бы не торговали. У меня был такой офигенный брелок. Мне его Кума подарили. Ой, Кума. Мы её Кума называемся. Она мне подарила такой брелочек. Такой красивый. Я его так долго носила. Но нет. Нет, чтобы нести ключики. Мама их с первого этажа как гэфнула. И разбила. И он такой... Мы тут, кстати, покупаем. Он очень красивый. Он большой. Ну хватит уже и жаловаться. Пучок с мордочкой. Его такая с рожкой. Золотой такой. Там написано Испании. Нет. Всё, что мне нравится, разрушило. Он, кстати, там висит до сих пор. Я пошла аж... Всё, ребята, вы поняли, какое тяжёлое вообще детство и какая тяжёлая жизнь у моего ребёнка. Вообще обуви нет, брелка нет, еды нет. Не, еды нет. Короче, нефрена нет. Вообще, как ты только живёшь 19 лет на этом свете, даже не знаю. Так как можно так было сделать? Скажи, пожалуйста. Уже столько речи слышится. Ну, не испанское. Ребята, раньше мы вот здесь жили. На последнем этаже? Да, на пятом этаже. Оно, конечно, классно. Как раз получается, окна с залом выходила на море. Вот. Весь песок в хате был наш. Да. Ну и, конечно, видите, тут же получается ряд кафешки, кафешки, кафешки. И было кошмар. Не проветрить, ничего. Всё время окна были закрыты, потому что голдёж несусветный и днём, и ночью. И туристы, и это, в общем, часов до двух, до трёх. Галдели, орали пьяные. То было, конечно, весело. Вот. Вот эта улечка, где мы жили. Ну, очень неудобно, знаете, тем, что улочки узкие. Проблема вечная с парковкой. Мы уже сейчас живём в новом районе, где дорога на четыре полосы. В общем, проблемы с этим, с парковкой нет. Ну, хотя у нас, конечно, уже там подземный паркинг. Классно. Ну, зато тут было хорошо. В центре. Любой праздник, шествие. Но здесь квартиры некрасивые. Подъезды такие маленькие. Там многоэтажка, это, наверное, где-то этажей пять, это максимум, наверное. Да, Мак? Да. Всё такое маленькое, такое крохотное. А сейчас в нашей урбанизации на это шли наша квартира. Хотя квартира была не сильно такая маленькая, да? Но потому что у нас уже ещё крыша наша была. Ну, где-то квадрата восемься точно было. Капец, всё было закрыто. В кафешках, как всегда, куча народу. Чё-то в кафешках в маске не сидят. Всё равно уже пойдём на остановку. Поедем в сторону дома. Всем спасибо за внимание. Всё, ребятушки. Мы уже прогулялись. Мы уже пришли на остановку. Так что спасибо, что вы всегда со мной. Спасибо, что вы меня всегда поддерживаете. У меня самые лучшие зрители. Я просто балдею, когда я читаю ваши тёплые, искренние комментарии. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо и тем, кто ставит лайки. И кто, конечно, ставит дизлайки. Вот, потому что бывает такое, что загружаю видео. Вот видео только-только-только выложилось. Ну, секунда. Смотрю, прилетел дизлайк. Ну, ничего. В нашем семействе появилась крыска. Ничего. Дизлайки – это тоже хорошо. Это тоже внимание. Если люди так считают, пусть будет так. Вот. Так что я вас всех обнимаю, всех целую. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Красавица. Довольная. Всё это посидела, попила коктейль. Краски положила и там была. И забыла. Мы уже садились в автобус. Я смотрю, у неё нет пакета. Я говорю, где пакет? Там осталась. И побежали. Ну, что, где они были? Ну, официант. Официант забрал их? Угу. Нам же нечего делать. Мы ходим туда-сюда по Аликанто, чтобы нам кошмары не снились. Всё. Надеюсь, мы на этот раз ничего не забыли. Так что мы идём теперь точно домой. Так что теперь точно я с вами прощаюсь, ребята. Пока-пока. Мы решили, после долгой прогулки пешей, после стресса, а потерянной, мы решили релакснуть. И принимаем ночной бассейн. Кто-то принимает ночной бассейн, а кто-то снимает ночной бассейн. Как это круто. Как это круто. Адьес. Это просто кайф. antee бассейн. Надо девяться. Кто-то использует... Пойдём. Кто- facile. Как видишь. il